Время проведения общественных обсуждений не ограничено. Вопрос об объемах газоаэрозольных радиоактивных в Российской Федерации, включая Ростовскую, применяет консервативный при повышении мощности третьего энергоблока и переводе его на 18-месячный топливный цикл практически не обнаружим и не превышает фоновых значений, а при эксплуатационных нарушениях не будет приводить к превышению установленных до соблучения населения. Время проведения общественных обсуждений не ограничено. И не стоящий тех рисков, которые несет эта затея. Начнем с того, что довольно странно мне здесь находиться и слышать снова и снова утверждение, что атомная станция, цитирую, экологически безопасный объект. Как сказала вам уважаемая Мария Михайловна, и она добавила, даже при нарушениях нормальной эксплуатации. Подскажите следующий слайд, пожалуйста. Я думаю, я не знаю, я не уверен, что атомные станции все же по действующему законодательству, по АСОРБ 99-2010, раздел 3, относятся к первой категории потенциальной радиационной опасности. Подчеркиваю, потенциальный, перевожу на русский язык, значит, возможной радиационной опасности. Вот то, в чем сейчас вас убеждали, это то, что сейчас атомные станции не засыпают город и поля церкви и зимы с тронцами. Это здорово. Но мы знаем, мы не вчера родились, что основная опасность атомной энергетики – это радиоактивные отходы и возможности аварии и катастрофы. И к этому надо подходить, мне кажется, более серьезно. Давайте посмотрим этот фрагмент из документа, который здесь у вас лежит, который говорит, что размер прогнозируемых зон загрязнения местности, наследие облака при аварии на Ростовской атомной станции, вот прям для вас это написано, заставляет длина 185 километров, ширина 40 километров. И всего будет загрязнено 6000 квадратных километров. Это просто для описания того, еще раз цитирую, экологически безопасного объекта, о котором вам здесь говорили. Такого объекта, мне кажется, не существует. Существует опасный объект. И вот там дальше внизу написано, что в 30-ти километровую зону попадает, ну, понятно дело, попадает в зону возможного радиоактивного загрязнения, попадает город Волгодонск. Поэтому, ну, снова скажу, преуменьшать эту опасность, мне кажется, неправильной. Более того, это не соответствует действующему законодательству. Следующий слайд. Снова должен вам доложить, что атомная станция построена по морально устаревшему проекту. И, ну, может быть, проплав не будет выглядеть так, как у меня написано в следующий слайд. Но в оценке воздействия было сказано, что при стечении обстоятельств, которые после Фукусии, мы должны учитываться два отказа, так вот, в случае, если что-то пойдет не так, возможно расплавление реактора и проплавление бетонной плиты. И это не моя фраза. Это из оценки воздействия на окружающую среду. Правда, для первого энергоблока, ну, блоки одинаковые, ну, похожие. Поэтому это и для третьего подойдет. Следующий слайд. И спасибо. Это данные западные, про то же самое, про ваш объект, что при выходе 25% активности, там другая авария рассматривается, связанная с парогенератором. Вообще не та, про которую тут мы говорили. Тоже может быть загрязнение. И посмотрите, вот, Ростов-на-Дону может тоже быть загрязнен плотностью выпадения цези достаточно значительной. Следующий слайд. Что предлагается? Вот, вентиляторные градирни, это незначительная, на мой взгляд, и не заслуживающая серьезного обсуждения, модернизация существующего оборудования. Мне неприятно, не градирни, а то, что предлагается повысить именно тепловую мощность реактора, что приведет неизбежно к повышению нагрузок на основное оборудование и, значит, к повышению рисков аварии. Следующий слайд. Давайте посмотрим, что у нас обсуждается. Вот, материалы, которые здесь лежат, они относят, ну, как бы двоякий характер. Там есть правильные и нормальные сведения, а есть и, вот, следующий слайд, покажите, пожалуйста. Есть и явная чушь. Вот, мне позавчера, я честно скажу, позавчера мне обещали, что из окончательных вариантов, вот, из этих, из окончательных материалов, вот это будет вычеркнуто. Но в данный момент вы все здесь обсуждаете документ, в котором сказано, цитирую, преимущества атомных электростанций перед тепловыми и гидроэлектростанциями очевидны. Нет отходов. При том, что целые разделы оценки воздействия на окружающую среду посвящены описанию тех самых гор отходов, которые обещают через 50 лет после, там, окончания действия станции куда-то вывозить. Те, кто следит за общественно-политической ситуацией в России, посмотрите, как протестуют сейчас жители Архангельской области в городе Шиес против завоза намного менее опасных отходов. Андрей Вячеславович, пять минут. Поэтому, спасибо, заканчиваю. Поэтому, если вы думаете, что вам удастся вывезти радиоактивные отходы с вашей атомной станции куда-то в другой регион, готовьтесь к бунтам. Покажите следующий слайд, я уйду. Да, спасибо. Материалы обоснования включают отсылку к трудам 1981 года. Это показывает, ну, такой индикатор их качества. Очень жалко, что я не смог рассказать больше, может быть, в другой раз как-нибудь. Снова, я прошу зафиксировать, что вот есть разногласия. Пришел Ажаровский, и он против этой деятельности. Ни разу в протоколе, такого я не видел в протоколе слушаний, я просто прошу это сделать. Спасибо. Спасибо, Андрей Вячеславович, что исаживаю. Прошло, как под Волгодонском, началась эксплуатация первого ядерного реактора. Сейчас атомщики просят увеличить мощность на всех своих ядерных блоках. А таких изменений в режиме всегда есть доля риска. Мы, наша общественная организация, против этих рисков, потенциальные или возможные, это все равно риски, которые могут привести вред и населению нашей природы. С 1953 года по 1998 год, это почти до более 45 лет, мы такую же практику имели, когда работал в химических заводах. Сейчас, значит, в районе накопления отходов химического завода, противофильтрационная защита и гидроизоляция прошлых лет пришла в негодность. Что мы имеем? Мы имеем химическое заражение грунтовой и подземной воды. Если забегать немножко вперед, я хочу сказать, что есть такие требования. Это требования, ну, СНИПа. Сейчас я найду, как они называются. Так вот, СНИП-2-01-51-90 и ВСН-ВК-4-90, он о чем говорит, что в районе размещения ядерных реакторов в первую очередь должны быть построены подземные закрытые водопроводы, то есть водоснабжения. Такого водоснабжения более 10 лет в Волгодонске нет. Да, честно скажу, там и воды питьевой-то нет. Такие вопросы я задавал министрам, заместителям министров, то есть в Волгодонске эта проблема не решается. А риски все-таки как были, так и не остаются. Что говорит нам медицинская статистика? Она подтверждает тот факт, что растет высокая смертность среди людей, кто способен в возрасте. Средний возраст населения в Волгодонске где-то 65,5 лет. На радость пенсионного фонда. Мы обязаны с вами остановить негативные изменения гидрохимического состава подземных вод, потому что рядом находятся огромные питьевые источники. Это Цемлянское водохранилище, это река Дон, которые в питьевом назначении используются не только в Волгодонске, но и вниз даже до Азовского вода. Мы, городские экологи, знакомы с очень большим объемом материалов оценки по воздействию окружающей среды и пришли к пониманию, что изложенные в них сведения почти неизменны. Мы с этим согласны. Экологов настораживает то, что Ростовская атомная станция иногда умолчит о проблемах на своей закрытой площадке, считает их ведомственными. Своей закрытой площадкой считает их ведомственными вопросами, однако можно... Хитар Алексеевич, все, пять минут прошло. Ну извините, еще пару минут, я в январе не выступал, не говорил. Ну мы же договорились, приняли регламент все вместе, поэтому, пожалуйста... Ну, наверное, никому не интересно, никто не знает, что из-под первого блока откачивают засоленную воду Цемлянского водохранилища. Наверное, никто не знает, что засоленная вода с пруда охладителя тоже откачивается и выбрасывается в Цемлянское водохранилище. И я работал в Цемлянской обсерватории, скажу вам, ну не полностью изучено течение, и как раз то, что сбрасывается, то, что засоряется, 72 километра ледевой канализации. Она не работает, не достроена. И все это в пяти точках, это не просто вот такая трубка. Виктор Алексеевич, минутку. Это все сбрасывается в наше море. Виктор Алексеевич, можете написать все это, давайте мы все это обследуем, и в следующий раз... У нас не последнее обсуждение, я думаю, что у вас будет возможность... Я говорю о другом, что если мы будем смотреть, как к этому относиться, то наши власти, есть у нас такой вот момент, один в городе Волгодонске, один только момент. Это тот момент, который называется межбюджетное отношение между ростовской областной властью, между федеральными властями и городом Волгодонском. Так вот, если бы власть не воровали, сотни миллионов рублей, это власти города Ростова, у нас бы все было построено. Я вот это самое главное хотим донести до вас, вас, правда, очень мало. Но несите это дальше, знайте, что воруют у нас, понимаете, власти, наши те деньги, которые должны быть повернуты на экологию, на улучшение экологии, понимаете? Извините, до свидания. Здравствуйте, меня зовут Сергеев Александрович Сергеевич, я житель города Волгодонска, родился здесь, прожил. Хотел бы обратиться к залу, можно спросить, попросить поднять руку, кто здесь житель города Волгодонска? Все, да? Не все, как я вижу. Ну, есть несколько гостей, да. Хорошо. Вот сколько я слушаю доклад, я все слышу только, что все хорошо, все замечательно, что ничто ни на что не влияет. Вопрос, как оно не влияет? Нам предлагают повышение мощности атомной станции, то есть будет производиться больше выработка, да? То есть будет, как сказать, больше вырабатываться атомной станции. Покажите мне хотя бы один завод, который сам по себе работает и ничего не вырабатывает. Вопрос. Что нам обещает данное повышение? Повышение мощностей для чего? Для чего эти риски дополнительные? Я не слышу ответа на этот вопрос. Зачем оно мне, как жителю, нужно? Вот у нас когда-то был первый энергоблок, который относился к Волгодонской, она была Волгодонская атомная электростанция, правильно? Сейчас я слышу Ростовская атомная станция. Почему она Ростовская? Почему Ростовская атомная станция стоит в 30-километровой зоне от города Волгодонска? Перенесите ее к Ростову, в 30-километровую зону, если это Ростовская атомная станция. Ну да, в область Ростовская. Все обещания, которые давала атомная станция по освещению нашего города, не были выполнены до конца. По льготах. От которых успешно кто-то отказался и все об этом забыли. У меня вопрос, для чего нам это повышение? Для чего повышение теоретических рисков для нас? Спасибо большое.